Взрывы в Иране. Более сотни погибших. Путин набирает новую армию, а в Польше готовятся к протестам. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Йеменские хуситы угрожают местью американцам за срыв своего пиратского набега. Америка – зачинщик войн, проблем и хаоса. Она нарушает безопасность на суше и на море. Они совершили крупное преступление, нанеся удар по нашим вооруженным военно-морским силам. Генеральный секретарь ООН требует навязать решение вопроса в Газе. Трагедия, произошедшая в Газе, учит нас тому, что решение должно быть навязано извне. Президент Сербии не будет отменять выборы. Протесты продолжаются. Республиканская избирательная комиссия скоро объявит результаты выборов в соответствии с законом и с наименьшим количеством возражений за всю историю выборов в Сербии. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Это важно. Напоминаю еще раз, так же, как и подписаться на наш канал. Поехали. Не менее ста человек погибли после серии взрывов в Иране возле могилы иранского генерала Косема Сулеймани в четвертую годовщину его убийства. На момент записи видео известно о 103 погибших и порядка 140 раненых. Об этом пишет Reuters. Иранские медиа пишут о более чем 170 пострадавших. Взрывы произошли во время процессии в городе Керман. Местные чиновники называют взрывы террористической атакой. Там был слышен ужасный звук. Несмотря на все меры безопасности, мы продолжаем расследование. Сейчас мы эвакуируем раненых и пострадавших в этом районе. Толпа огромная и работа очень трудная. Все пути туда заблокированы. Генерала Сулеймани, я напомню, в 2020-м было убито ударом американского беспилотника. У нас, собственно, теракт, который произошел в Иране, это, наверное, крупнейший теракт в современной истории Ирана. То есть что-то подобное там было в конце 70-х годов, разве что по количеству жертв, я думаю, я имею в виду сопоставимое. После этого терактов на территории Ирана было достаточно много. Но чтобы больше 100 смертей, и судя по количеству раненых, то у нас это количество смертей вполне может приближиться к 200-м, то это, конечно, штука достаточно беспрецедентная. В то же время действительно отдает смысловая явная нагрузка вот этого события. Это годовщина уничтожения Косама Сулеймани. То есть тут это очевидно такой укол явный в сторону властей Исламской республики, если это можно так назвать. И при этом пока что никакая сторона не взяла на себя ответственности. Это вопрос остается пока, по крайней мере, открыт. Путинская Единая Россия собирает собственную армию. Так называемая ЧВК «Испаньола» сейчас ведет набор футбольных ультрас, фанатов, а также радикалов и гражданских из обнищавших субъектов РФ из оккупированных территорий Украины. Пишет об этом Главное управление разведки Минобороны Украины. В пунктах рекрутинга в «Испаньолу», действующих на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт минимум на полгода. Впрочем, финансовая мотивация служит только оберткой. Для большинства новобранцев первое же сражение является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутингового пушечного мяса россияне не вывозят с поля боя, а оформляют пропавшими без вести, чтобы не платить родственникам денег запосланного Москвой насмерть кормильца. Представители временно оккупированных территорий используют в основном для мясных штурмов, для того, чтобы у подразделения сохранялся статус боевого, пишут в украинской разведке. Ранее издания «Важные истории» сообщали о формировании с таким названием, но она входила в так называемый батальон «Восток» и нанимала женщин в штурмовое подразделение. Соединенные Штаты не избегут наказания и возмездия после того, как потопили три лодки йеменских хуситов и убили 10 боевиков в Красном море. Такими угрозами бросается помощник лидера йеменского движения «Хути». Ситуация дошла до того, что американцы прибегли к милитаризации Красного моря, и их безрассудные действия влияют на международное судоходство, служа интересам израильского врага. Америка – зачинщик войн, проблем и хаоса. Она нарушает безопасность на суше и на море. Они совершили крупное преступление, нанеся удар по нашим вооруженным военно-морским силам, которые выполняли свои официальные и повседневные обязанности в Красном море ради безопасности судоходства. Этим действием Америка открыла огонь по самой себе и поставила под угрозу свои интересы. Она не избежит наказания и возмездия с божьей помощью. Йеменские «Хути» с ноября атакуют суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку Хамас. 31 декабря американские вертолеты отразили нападение поддерживаемых ираном боевиков «Хути» на контейнеровоз «Майорск» в Красном море. Они потопили три лодки из четырех и ликвидировали десять боевиков. Провести марш протеста, чтобы показать проблемы с демократией, призывают в Польше. Глава партии «Право и справедливость», которая выиграла выборы, но проиграла коалицию. Лидер партии Ярослав Качинский считает, что действия, предпринятые против государственных медиа, являются незаконными и призывают к демонстрациям в защиту свободы слова, свободы СМИ и демократии. Дональд Туск объявил, что закон будет применяться так, как мы его понимаем. Это означает, что закон будет свободно интерпретироваться. На самом деле это означает, что он не действует. Действует лишь политическая воля властей. Эти слова оказались не брошенными на ветер, а совершенно серьезными. В целом партия президента призывает поляков к протестам. Велика вероятность того, что причиной к этим призывам стала потеря влияния президентской партии из-за утраты должностей в Совете министров. В Сербии не будут искать фальсификации на выборах, не будут проводить расследования. Об этом говорит президент страны. Александр Вучич объясняет свое решение тем, что международные наблюдатели протоколы выборов подписали. Оппозиция их тоже подписала. Он утверждает, что существует компактная группа людей, которые ненавидят его лично, президента Сербии, и добавляет, что их компания теряет голоса простых людей. Выборы — это вопрос для властей и государственных институтов этой страны. На этих выборах никогда не было столько возражений. Представители оппозиционной коалиции расписались на каждом избирательном участке. Иностранные наблюдатели от родственных партий подписали протоколы в Новесаде, Белграде и других местах. Оппозиция никогда не видела никаких проблем. Проблемы возникли, когда они поняли, что убедительно проиграли Белград. Республиканская избирательная комиссия скоро объявит результаты выборов в соответствии с законом и с наименьшим количеством возражений за всю историю выборов в Сербии. Затем мы займемся консультациями по формированию правительства. До 1 декабря 2026 года мы планируем завершить несколько грандиозных проектов на сумму около 15 миллиардов евро. Президента Сербии не волнует, как он говорит, то, что пишут в западных медиа. Хоть и длительное время в столице проходят протесты против результатов выборов. Международное сообщество должно навязать решение вопроса в Газе. Так считает генеральный секретарь ООН. Все из-за того, что стороны не могут договориться сами. Трагедия, произошедшая в Газе, учит нас тому, что решение должно быть навязано извне. Международное сообщество, включающее США, Европу и арабские страны, потому что противоборствующие стороны никогда не смогут прийти к соглашению. Генеральный секретарь опасается очень вероятного варианта, при котором боевые действия не останавливаются сами, и конфликт расползается на весь Ближний Восток. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, это очень важно для нас и совсем не сложно для вас. Не забудьте подписаться на канал. До встречи и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok